МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гвинет. Валийские замки Эдуарда I. Я расскажу о том, что происходило на фоне этой величественной природы в Северном Уэльсе, вдалеке от всего остального мира. Веками здесь правили предводители дворянских родов. Эти места хорошо защищены высокими горами Сноудония. Благодаря плодородным холмам острова Энглси здесь никто не голодает. Гвинет – край нетронутой райской природы. В 1277 году его покой потревожил мой король Эдуард I. Ему удалось завоевать эти земли и присоединить их к Англии. 15-тысячное войско Эдуарда вторглось в Северный Уэльс и штурмом захватило Гвинет. Для того, чтобы укрепиться в этой части страны, мы захватывали крепости, достраивали руины разрушенных замков и строили новые. Я – курьер короля и должен сообщать моему повелителю о том, как идет строительство и о ситуации в стране. Крепость Харлич на юге Гвинета, похожая на орлинное гнездо на вершине скалы, должна стать олицетворением новой власти в Уэльсе. Позади крепости – горы Снудония, а у ее подножия – Атлантический океан. Даже мне трудно сюда добраться. Здесь правят скалы, ветер и вода. Мы построили толстые стены, настоящий бастион, не только для защиты от природы, но и от враждебно настроенных местных жителей, которые все время мешают работать. Внутри крепости большой квадратный двор. В нем можно не только собраться всем вместе, но и спрятаться от непрекращающегося ветра. Строительство замка началось в 1283 году. Сначала было только 30 рабочих. Прошло три года, строительство идет полным ходом, и сейчас здесь работают уже 950 человек. Через 6 лет, в 1289 году, строительство Харлича должно быть завершено. Мой король говорит, что для него честь построить крепость в таком месте. В народе поговаривают, что уже много веков здесь происходят мистические вещи. Харлич – это открытый путь в горы и одновременно морской причал. Вода доходит до самого подножья скалы, поэтому здесь причаливают корабли с продовольствием. КОНЕЦ За столько лет мы уже устали от активности короля Эдуарда. Одновременно строятся три крепости. На севере Гвенеда, в двух днях пути верхом, замок Канви. Там, в широком устье реки Канви, Эдуард бывает чаще всего и обдумывает свои планы. Замок с башенками похож на Воронье гнездо. Именно здесь разрабатывается стратегия завоевания страны. И здесь мой король дает мне деньги, чтобы я заплатил сотням рабочих, которые приезжают в этот отдаленный уголок со всей Европы. Позже они сравнят Канви с Виндзорским замком. На Харлич он совсем не похож. Об этом позаботился Джеймс из Сент-Джорджа, придворный строитель короля. Он приехал с континента, из альпийского Саваена. Говорят, никто не строит крепости лучше него. День пути верхом к юго-западу от Канви. И мы в нашем третьем замке. Он находится напротив острова Энглси. Дорога туда ведет по равнине. Я стараюсь не удаляться от моря и быстро добираюсь до замка на своем белом скакуне. Карнерван – это божественное место. Туман приходит со стороны океана и окутывает башни замка. Когда Джеймс из Сент-Джорджа проектировал его, образцом для него служила крепостная стена Константинополя. Он думал о ее историческом значении, достоинстве, оригинальности, которую придает ей шести- и восьмиугольные формы. Он хотел создать для короля Эдуарда элегантное праздничное обрамление, резиденцию для представительских целей. Величественный замок и крепостная стена во всем их великолепии должны быть видны с побережья. Всем сразу должно быть ясно, что здесь живет повелитель Уэльса. Работы с самого начала шли очень тяжело. Почва была болотистой, поэтому сначала на месте будущего замка вырыли фундамент глубиной шесть метров. Но все старания не пропали зря. Карнервон должен был стать больше дворцом, чем оборонительной крепостью. 25 апреля 1284 года у нас большой праздник. В этот день в Большой Орлиной башне родился первый принц Уэльский, будущий король Эдуард II и регент Уэльса. Карнервон станет резиденцией принцев Уэльса. Прошло 10 лет, но Карнервон все еще не достроен. Недовольство местного населения росло и закончилось бунтом, который мой король подавил решительно и жестоко. Я все время в пути. Я езжу из Харлича в Конви, которые уже построены, и из Карнервона на остров Энглси. Там Эдуард решил построить еще один замок. На фоне зеленых холмов Валийского побережья в проливе между континентом и островом на болоте строится замок Боумарис. Через 20 лет службы королю я обрету покой именно в этом замке. Компактной, строгой, геометрической формы, без башенок, невысокий, как будто сгорбившийся на фоне холмов. По площади это самый большой замок Эдуарда, но благодаря своим круглым длинным стенам он не кажется тяжеловесным. Это резиденция, родовое поместье, где жили Эдуард, его семья, свита и гости. Здесь король мог предаться раздумьям об успешном покорении Гвинода. В историю искусств Боумарис войдет как один из самых благородных и совершенных замков позднего Средневековья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok Я всю жизнь ездил из одного валийского замка моего короля Эдуарда в другой. Их история так же различна, как их архитектура, о чем позаботился Джейнс из Сан-Джорджа. Но у них есть кое-что общее. Это идеальный симбиоз с природой и ландшафтом. Ими восхищался художник Уильям Тернер. На своих замечательных картинах он часто изображал замки короля Эдуарда I. Он видит их совсем не так, как я. Потому что в последующей эпохе в замках каждый будет видеть что-то свое. Но они всегда будут свидетелями истории, которая началась в 1277 году и которой не будет конца. Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ Режиссер Хорст Бранденбург, оператор Джон Уокер. Фильм озвучен фирмой СВ Дубль по заказу ГТРК Культура. Фильм озвучен фирмозвучен 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 фирмоз